Привет, друзья! Сегодня у меня в руках стратоподобная гитара. Да, это не Fender Streetcaster, это Godden Freeway, но он собран в США. И у него есть особенность, которая многих раздражает. Это вот эта ручка громкости, которая находится близко к звукоснимателю. И многие жалуются, что при игре на стратоподобных гитарах, в данном случае это, конечно, суперстрат, но тоже сойдет. Многие задевают вот эту ручку. Дело в том, что страт это вам не Лос Пол, не Телекастер и, не прости господи, СГ. На стратокастере, когда вы играете вот здесь вот, вот здесь, надо быть очень осторожным, когда вы играете Паун Мьютон, например. Чуть-чуть позлее. И хочу сказать, что когда вы играете Паун Мьютон, вам не надо мизинцем соприкасаться с ручкой громкости. Вы же играете, преимущественно, на верхних струнах, или нижних, как вам удобнее их называть. В общем, четвертая, пятая, шестая обычно. И здесь, в принципе, вы фиксируете руку на бридже, и все в порядке. Но когда вы играете что-то открытое... Когда вы играете что-нибудь такое, вам нужно держать руку, положив ее здесь, и она сама у вас опускается в районе некового датчика. Гитариста, который играет на страте, или в стратоподобной гитаре, вот, стратогитариста, будем называть его так, стратогитариста, видно издалека, потому что, когда он берет гитары, он все время норовит сыграть вот здесь, а не здесь. Гитара лежит на колене таким образом, и сама по себе просит, чтобы вы играли где-то в районе некового датчика. Кто-то играет здесь, ближе между неком и грифом. Ну, здесь у меня нет расстояния, но где-то здесь. Либо между нековым датчиком и средним, мидлом. Это не принципиально, где именно вы будете играть, но где-то в этом районе. И тогда ничего не будете задевать. Все будет отлично. Когда вы играете что-то типа такого... Да, можно попробовать фуз. Это не важно, какой эффект у вас. Но в любом случае, вы играете ближе к бриджу, но на 4, 5, 6 струнах. Поэтому вам не нужно идти вниз, чтобы соприкасаться с ручкой громкостью. Но вы можете соприкасаться с ней намеренно, чтобы играть что-нибудь такое. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, очень интересно. И вы можете решать свои проблемы с ручкой громкостью разными способами. Сосредоточиться на басовых струнах, когда вам не нужно глушить, играть ближе к наковому звукоснимателю, или специально трогать эту злосчастную ручку громкости. Творческих успехов, друзья! Играйте так, чтобы соседи вас не ругали. Хорошего вечера!